Коби Брайант превзошел Майкла Джордана по количеству очков, набранных в регулярке. Коби очень долго к этому шел, он этого достиг и вышел на третье место за всю историю NBA. До Карла Малона ему очень далеко и по прикидкам, если он даже будет набирать в среднем 20-25 очков, то ему надо будет еще минимум два полноценных сезона провести помимо этого в NBA, что в принципе маловероятно. Также хотелось бы отметить отдельное выступление Сан-Антонио. Чемпионы провели очень лихую неделю, проиграли три матча подряд, из них два последних в трех овертаймах. И, пожалуй, игра Сан-Антонио, игра ее лидера Тима Данкона, который проводил по 40 плюс минут, был первой опцией в атаке, в защите, она оставляет очень много вопросов. Сан-Антонио должен беречь своего лидера и давать как-то более нити управления командой в руки Дженобили и других ребят. Но этого нет, тем не менее Сан-Антонио проигрывает. Также на этой неделе Golden State наконец-то прервал свою победную серию, которая закончилась на отметке 16 матчей. Проиграли они, в принципе, той команде, которую и должны были проиграть, это Мэмфис. И, наверное, даже к лучшему, потому что Карри и другие лидеры Warriors теперь могут вздохнуть спокойно, так же, как может вздохнуть спокойно их тренер Стив Кэр. Над ними теперь не давляет мнение общественности, рекорды, повторение результатов Чикаго, еще других команд Лейкерса. И, может быть, даже это поражение поспособствует тому, что Golden State проведет еще одну победную серию, и, может быть, даже будут включать в себя больше, чем 16 матчей. Витископ. Спортивное видео.